приветствую друзья вас у себя на канале сегодня в продолжение темы киева и мэра кличко как вы наверно знаете или уже слышали а если не слышали я сейчас вам расскажу о трех столбах три столба которые упали на мосту не успели киевляне поскользить по тротуарам города потому что внезапно в декабре наступили заморозки и мы точнее не мы а мэрия и городские службы не были готовы к такому повороту событий и люди скользили по тротуарам как это было вы можете посмотреть вот в этом ролике а сегодня я хочу вам показать три падающих столба и так давайте вместе посмотрим как это было вот здесь на видео вы видите что три столба на шулявском мосту который кстати обошелся горожанам в 2 миллиарда гривен ремонт этого моста стоил 2 миллиарда и не страшно что он стоил 2 миллиарда страшно что происходит с этим мостом по версии виталия кличка мост устал вы помните он об этом говорил когда был пожар на мосту под мостом вот но сейчас давайте посмотрим это видео итак вы видите машины едут движение спокойное ветра сильного нет и вот тут падают первый мост цепляет точнее первый столб он цепляет праву провода про проводом подтаскивать 2 и они падают как подкошенные естественно вот сразу возникает вопрос что могло повлиять на такую ситуацию почему столбы упали и вот фотография прекрасная фотография снятая уже людьми после того как опоры упали точнее не опоры а столбы упали и здесь давайте вместе посмотрим друзья смотрите видите никаких поломов нету фланец который прикреплен болтами столбу то есть здесь какая идет конструкция конструкция идет очень простая у вас есть анкировка должна быть фундамент анкировка с анкировки этой выходит болт и вы крепите его шайбой ну так делают нормальные люди и нормальные строители хорошо у вас нету возможности до грубо говоря сделать такую конструкцию и вы хотите их заинкера заинкеровать с распорными болтами вы делаете втулку вы вставляете ее в бетон но давайте посмотрим толщина втулки вот этой даже не толщина а глубина залегания втулки по отношению к фланцу сколько 5 сантиметров что за конструкция такая я такое в своей жизни вижу впервые я могу вам показать показать что мы делаем для фонарных столбов и фонарные столбы анкируются опять же повторять фундамент фундамент в зависимости от высоты столба бывает разные начиная от 600 миллиметров глубины залегания до двух метров грубо говоря может и больше опять же зависимости от того какая опора на 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 это идет и расчет конструктивный фундамента глубины за фунда угла залегания фундамента и анкировочных болтов то что вижу я здесь вот на этой конкретно фотографии я вижу но не к устарщину а и даже не халатность о преступлении да пусть это будет сказано громко но это преступление я глубоко уверен что инженер если он присутствовал на стройке если он присутствовал на проекте вряд ли бы разрешил монтировать такую конструкцию как опору столба и анкировочные болты это лично мое мнение вот то что я увидел вот на этой картинке посмотрите вот на второй картинке здесь теперь становится понятно почему столбы как кузнечики прыгнули все очень просто дело в том что когда мы монтируем столбы и остается пространство между фундаментом и фланцем столба то это пространство обычно заполняют безусадочной смесью ноншринг граут туда заливают для того чтобы туда ничего не попадало как в этом случае получилось со столбами это пространство не заполнено туда зашла вода ударили заморозки вода расширилась простая физика и они просто вытолкнули вот эти втулки которые были в бетоне и столб как кузнечик упал опять же очень хорошо что никого не убило повезло что ничего смертельного не произошло только слегка наверно поцарапалось несколько машин вот смотрите на этом видео в стане но мы видим его стан уже он втомился от часу с одного боку с другого боку те что были порушены нормы эксплуатации под мостом были стояли мафии где был пожар на этом месте если мы зайдем и бачим еще там видимо следы залишились и это наследок наследок в стане но мы бачим его стан уже он втомился от часу с одного боку с другого боку те что были порушены нормы эксплуатации под мостом не были ну а вот собственно машина которой так не повезло и там еще дальше насколько я вижу авария потому что кто-то быстро затормозил увидев что падает а те кто сзади не сориентировались ну вот такой вот капец происходит ну вроде электричество не подключено уже поэтому по идее я сейчас уеду придется переезжать через провода шулявский мост устал все хорошо видно все видно как авария произошла столбы при переградили дорогу ну и начнется сейчас расследование виталий кличко могут сейчас многие сказать не лично монтировал мост он лично строил он 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 и так далее да это правда он лично этого не делал но он является мэром города он является человеком который за это все отвечает и который является хозяйственником этого если он за это отвечает то он естественно виноват лично мое мнение вина его доказано не доказано пусть этим занимается прокуратура но если бы не было попустительства если бы не было кумовства если бы не было микетеся и всего остального строительстве то что происходит в городе то и такого бы не произошло но не только это меня поразило вот посмотрите на этой фотографии когда снимали фланцы и столбов мусор смотрите строительные пакеты лежат спокойно под мостом их никто не убирает это еще раз показывает о том что город находится не в очень хорошем состоянии за ним не так надлежащие смотрят и всем по барабану что там происходит факты остаются фактами если бы анкера были сделаны правильно соблюдены были все технические условия и все было сделано по проекту вот такой бы херни не произошло если кому-то нужна консультация и помощь в этом деле я готов ее предоставить бесплатно спасибо друзья что были со мной подписывайтесь на канал оставляйте свои комментарии что вы думаете будут какие-то расследования и наказаны виновные как и полагается в нормальном обществе и государстве или это все уйдет в небытие как и все остальные дела которые происходят в нашем городе ваши комментарии внизу ваш лайк и подпись моему видео спасибо большое что были со мной всего самого хорошего скорых встреч здесь была правда всем peace